Дорогие друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Путешествие по озеру Гарда у нас все еще продолжается. Сейчас по пути в один интересный городок. Мы заехали на смотровую площадку. Посмотрите, какая красота открывается на озеро. Прям глаз радуется, глядя на этот пейзаж. Город, в который мы приехали, называется Сермиони, и это практически как полуостров или коса, которая находится на озере Гарда. Со всех сторон, с трех сторон этого города озеро. Поэтому здесь очень, конечно, красивые виды. Этот водный замок Скальгеров является знаковой достопримечательностью этого города. И мы также, как и большинство туристов, решили тоже посетить этот замок. Поднявшись на крепостную стену, можно охватить взором какие-то просто совершенно необъятные просторы этого озера. Озеро Гарда является самым большим озером в Италии. А самый замок Скальгеров, построенный в 13 веке, являлся мощным форпостом. А сейчас, пройдя через этот мост в замке Скальгеров, можно попасть на многолюдные улочки города Сермиони. И здесь можно найти множество различных сувенирных магазинов, ресторанов, пиццерий. В общем, все, что нужно для отличного отдыха. Этот очаровательный, уютный, желтенький домик – это вилла, которая раньше принадлежала великой оперной певице Марии Каллас. Она любила приезжать сюда, чтобы отдохнуть от славы и бурной светской жизни. Решили спуститься к самому берегу озера, и здесь оказалось просто настолько живописно. Люди сюда приходят отдохнуть, полюбоваться красивыми пейзажами. Кто-то купается, кто-то просто лежит и смотрит на закат солнца, а кто-то пришел сюда даже с гитарой. Нам очень повезло с погодой, но сегодня было достаточно жарко, поэтому присели в кафе. Я взяла холодной газированной воды, это для меня просто живительная влага. Но сегодня у нас утро уже другого дня, и помните, в прошлом видео я обещала, что мы в городе Арка поднимемся, возможно, на верхотуру, где находится крепость. Вот мы идем. Восхождение оказалось не из легких, еще 30 градусов жары, и в конце на финишной прямой нас еще ждала касса. То есть за это удовольствие мы еще должны заплатить. Но это шутка. Здесь тоже открываются, конечно, прекрасные виды. Есть кафе, посмотрите, как будто она расположена на какой-то альпийской лужайке в Швейцарии. Ну и наконец-то мы добрались до цели. Вот уже показался замок, средневековый замок, который возвышается на скале, возведен еще в 12 веке. И он выдерживал и штурмы, и осады, и оставался надежным оплотом для своих владельцев, семьи де Арко. В 18 веке семья де Арко разделилась на две ветви, и после этого замок стал медленно разрушаться и приходить в упадок. В 1927 году последняя графиня из рода де Арко выкупила этот замок и стала его единственной владелицей. И лишь в 1982 году, через несколько лет после ее смерти, этот замок перешел в собственность города и стал музеем. Но у нас уже ужин, пришли в ресторан, показываю вам меню, где вы можете посмотреть заодно и цены. Ресторан, конечно же, итальянской кухни очень большой и просто забит людьми. Все столы заняты, мы даже еще стояли в очередь, чтобы сюда попасть. Вот по мере возможности показываю, как он выглядит. Народу много, мне как бы не очень удобно снимать. Если кому интересно, очень хорошее вино, винограда сорта Набиола. Ноксолуна, спармская ветчина с дыней, помидоры, потом какое-то мясо, холодная закуска и вителло тоната. Ну а на горячее это, конечно, паста с трюфелем. Очень-очень вкусно. Ну что, друзья, следующий день нашего путешествия. И сегодня у нас по плану самый главный город всех влюбленных. Это Верона. Чтобы попасть в центральную часть города, нужно пройти мимо вот такой вот крепостной стены и зайти в арку. На стене, смотрите, какой-то мемориал военный расположен. В центре города расположен амфитеатр, который, несмотря на все катаклизмы, удивительным образом хорошо сохранился. Говорят, что он из розового мрамора. Ну я не знаю, насколько это правда. Как по мне, это просто камень. Ну возможно, я просто ничего не понимаю в мраморе. Или может быть он внутри отделан этим розовым мрамором. Ну в общем, для меня это осталась загадка. В наши дни в этом амфитеатре проходят оперные и театральные постановки. Ну а мы двигаемся по маршруту влюбленных и направляемся к дому Джульетты. Посмотрите, все стены здесь исписаны. Все влюбленные оставляют свои автографы. Как это мило, конечно. В сам дом мы не пойдем, просто зайдем в дворик. Потому что мы не делали резервацию для того, чтобы попасть в дом. А без этого вовнутрь пройти никак нельзя. Обратите внимание на балкончик, на который выходила Джульетта, чтобы увидеть своего возлюбленного. Также в этом дворике расположен магазин сувениров, где можно купить сердечко. И прямо в этом же магазине на этом сердечке вышли какие-то слова любви. Это, например, могут быть слова признания в любви или имена влюбленных. Ну и, конечно же, всем хочется сфотографироваться со статуей Джульетты, подержать ее за грудь. Это такая легенда, надо ее потереть. Видите, какая грудь уже начищенная. И тогда найдешь свою любовь. Вот видите, парень фотографирует только что нарисованное им сердечко, наверное, в качестве доказательства для своей девушки. Музыка. 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 В этой маленькой кондитерской делают панеттони по рецепту 1909 года. Их девиз, традиции и страсть всегда на первом месте в четырех поколениях. Как здорово получается, что это маленький семейный бизнес. Дальше наш путь лежал к базилике святой Анастасии. Если вы находитесь в Вероне, то этот собор пропустить нельзя. Эта Веронская церковь выполнена в готическом стиле. И насколько она скромно выглядит снаружи, и настолько же великолепно она выглядит внутри. Это, пожалуй, один из самых красивых храмов по внутреннему убранству, которые я где-либо видела. Интерьер этой церкви является культурно-историческим наследием. Посмотрите, какой великолепный средневековый орган. Очень хотелось бы услышать его звучание. Здесь можно увидеть красивейшие капеллы. Великолепный мозаичный пол из камня. А также украшенный фресками алтарь. Эта базилика еще уникальна и тем, что внутри нее находится редчайший шедевр. Фреска Антонио Пизанелло «Святой Георгий, освобождающий принцессу». Вот я вам ее сейчас показываю. Приближаю камеру, вы можете увидеть ее более подробно. Также здесь есть интересная скульптура «Горбун», который держит чашу, наполненную святой водой. Говорят, что если потрогать горб, то это принесет удачу. Субтитры создавал DimaTorzok А это кафедральный собор Вероны, посвященный Деве Марии. Является также не только образцом великолепной архитектуры, но и главной церковью города. Поскольку именно здесь располагается резиденция епископа. Но зайти нам в него не удалось. Посмотрите, какой красивый ангел приглашает войти в этот храм. Ну вот, зайти нам туда не удалось, потому что он был закрыт по какой-то причине. Затем мы вернулись в свой город Арку, и наш вечер закончился прекрасным ужином. В этот раз мы взяли кусок мяса, огромный стейк на всех. Нас четыре человека было. Ну а завтра нас ждет следующий город. А утром в том городе Арку, где мы остановились, мы пришли в кафе на площади. И увидели, что тут проходит какой-то поварской конкурс. Даже уже не конкурс, а награждение. Сначала они пошли в церковь, а сейчас им что-то вручают. Они фотографируются. И наш официант сказал, что вроде бы как это конкурс рыбных ресторанов. А сейчас хочу вам показать. В сквере этого города стоит кедр, которому 151 год. Он с 1872 года. Представляете? Также на это озеро приезжают любители водных видов спорта. Такие, как, допустим, парусники. Здесь проходят парусные регаты. И виндсерфинг. То есть это доска с парусом. Сезон этого вида спорта начинается на Гарде в мае. И заканчивается в середине октября. Хотя некоторые местные виндсерферы катаются круглый год. Несмотря на то, что температура воды опускается ниже 10 градусов. Вот такие вот закаленные люди. А сейчас мы приехали в город Гарда. Собственно, в честь него и названо это озеро. Это также небольшой прибрежный курортный городок. Здесь хороший променад на набережной. Много кафе, ресторанов. Также много туристических магазинов. И очень много магазинов, в которых продаются изделия из кожи. Это куртки, сумки, шельки, ремни. В общем, все, что можно сделать из кожи. Много кафе. Много кафе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая у нас с вами получилась прогулка Сейчас выпьем кофе и поедем в отель собирать чемоданы Потому что завтра мы уезжаем в Милан Итак, друзья, всем привет из Милана Сегодня, на мой взгляд, мы направляемся в очень интересное место Это музей, посвященный Джорджио Армани Это уникальное место, где можно погрузиться в мир моды и искусства Открыт он был в 2015 году Это не только место для любителей моды, но и для всех, кто интересуется искусством и культурой Здесь можно провести очень много времени, насладиться красотой и элегантностью нарядов Коллекция музея включает в себя не только наряды, но и аксессуары, фотографии И другие предметы, связанные с творчеством Армани Возможно, я слишком много времени выделила в своем видео на этот музей Но мне хотелось показать вам все Я и так уже там поурезала Ну, надеюсь, что вам будет интересно А я на этом с вами попрощаюсь на сегодня Спасибо, что провели это время со мной И до скорых встреч в новом видео Всем пока! Наслаждайтесь музеем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok